Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать отличнейший бой на Объекте 260. Это советский танк за ЛБЗ, как вы наверняка знаете. И он способен гнуть, по крайней мере, в ровных руках. И, в общем, сегодня я хотел бы поговорить на крайне важную тему нашей игры. Именно о балансе, о заменах будущих танков и о том, что сейчас вообще происходит, какой хаос и почему этого никто не замечает, кроме меня. Собственно, если отслеживать новости этой игры долгое время, заходите в нее поигрывать, то можно увидеть тенденцию того, что, собственно, ничего особо не меняется в танках. Чтобы там не говорили, я лично считаю, что танки сильно не меняются. То есть, если посмотреть, например, игру 10 лет назад, да, графически она довольно-таки сильно поменялась. Но основная такая вот вещь, принцип заработка Wargaming, он не меняется десятилетиями, мне кажется, никогда не поменяется. Ну, в принципе, оно и понятно, зачем что-то менять, то, что и так работает. О чем вообще я говорю? Я говорю о том, что, в общем-то, появляются все более имбовые новые танки, которые, ну, просто на голову лучше старых танков. При этом старые танки особо не улучшаются в большинстве своем. А если и улучшаются, то совсем немного, как это было с льготными танками. Потому что все очень просто и очевидно. Зачем разработчикам апать и улучшать старые танки? Ведь все-таки их уже и так прокачали, и доната с них особо не поимеешь. А вот новую имбочку добавить, которая заменит собой многие другие похожие танки, это за милую душу. Ну, собственно, так и происходит. Очередные советские танки, похоже, так и не станут имбовыми. И, ну, хотя бы просто играбезными, ладно. Тот же ИС-7 с новыми изменениями. Я не знаю, как будет играться. Ну, кто играл на ИС-7, тот знает, что этот танк очень сильно голдозависимый. Чтобы вот там не говорили, найдутся люди, которые скажут, да нет, там на ББшках вполне заходит. Но, попадая против танков 10 уровня, часто ИС-7 нуждается в голдовых снарядах. И попросту в будущем ему будет еще сложнее. Потому что разработчики понерфят, собственно, голдовые снаряды. Ну, не в прямом смысле, а то, что просто апнут обычные снаряды. И в итоге, как бы, голдовые снаряды станут, естественно, более слабыми. И, конечно, это приведет к тому, что, собственно, ну, танки, у которых слабое основное пробитие, у них, в общем-то, будет некоторая такая вот проблемка с пробитием. То есть, у них и сейчас большие проблемы у того же ИС-7. Например, большая проблема с пробитием некоторых танков, потому что пушка дичайше косая. Поэтому многие заряжают подкалиберы, чтобы хотя бы, если попадешь, хотя бы пробить. Одно дело, когда орудие, может быть, там не супер пробивное, но точное, с хорошей стабилизацией. А другое дело, когда вообще оно никуда не попадает. Кстати, вы можете выиграть голду прямо как Никита Маркин. Спасибо ему за участие. Он получил уже золото. Ты можешь абсолютно также заработать золото. Достаточно в комментариях указать свой игровой ник и написать какой-то осмысленный комментарий по теме видео. Ну и, кстати, рекомендую зайти на сайт ВотГолд. Тут самые выгодные условия, премиум танки и много золота. Не забудьте использовать промокод, который дает очень большой бонус. Ссылка в комментариях. Итак, ребята, собственно, что я могу сказать. Конечно, очень хочется сейчас прокачать какой-нибудь старый танк и в будущем получить очень крутую имбочку. Но случится ли это, я не уверен. Самое интересное, что в скором времени такие танки, как ИС-7 и также Объекта 277, они, конечно, очень сильно потеряют свои актуальности из-за того, что выйдут более современные крутые танки. Двухорудийные танки, игры, по отзывам Супер Теста, это дичайшая имба. Я уже пообщался с Супер Тестерами, которые катали эти танки, и отзывы крайне положительные. То есть, никто не ожидал такой результативности. Ну только представьте, среднем на 10 уровне урон с двух орудий может превышать тысячу с выстрелами. Это просто жесть. А после АПА основных снарядов, бронебойные, кстати, там очень крутые, с высоким бронепробитием и с довольно хорошей стабилизацией. Я не знаю, что это будет. Это будет просто самая, наверное, жесткая имба из всех имб, которые только существовали в игре World of Tanks. Это настоящая замена старых танков ИС-7 и Объекта 277. Даже ИС-4 я не беру в сравнение, потому что, ну блин, сейчас на данный момент ИС-4 это, к сожалению, динозавр игры World of Tanks. И играть на нем это то же самое, что на старом Жигуле пытаться обогнать БМВ новенький. Собственно, шансов практически никаких, к сожалению. Ну и, собственно, к чему я вообще клоню? Ну, а клоню я к тому, что если вы хотите получить в будущем хорошие имбовые танки, то в первую очередь вам нужно стремиться угадывать с тем, какие дальше будут ветки. Ну, угадывать прям не нужно особо, потому что задолго до того, как танки появляются в нашей игре, о них становится известно. Главное, смотрите мои видео и информацию вовремя и оперативно вы узнаете о том, что качать, с чего начинать и так далее. Сейчас на данный момент, я уже говорил, нужно первым делом бежать, качать КВ-3. Именно с него начнется ветка двух орудийных танков. И именно эта ветка, ну, в общем-то, будет одной из самых имбовых в 2019 и в 2020 году. Ну, я думаю, не весь год 2020, потому что там еще намечается еще одна новая механика. Пока что не буду говорить конкретно какая, потому что, ну, во-первых, это еще информация не на 100% проверенная. Во-вторых, все-таки, ну, время не настало еще, подробностей особых никаких нет. Но, уверяю вас, что это будет полная дичь. Хотя, ладно, намекну вам, что это будут ПТУРы. Естественно, ПТУРы, в общем-то, это то, что в нашей игре появится. И те, кто не верит в то, что они появятся. Ну, блин, на ваших глазах уже как бы давным-давно разработчики доказали, что самые такие вот жесткие идеи, они появляются. Потому что особо делать-то нечего в танках. Что еще придумаешь? ПТУРы, это, ну, ракеты вполне реалистичная вещь. Они использовались, да, правда, уже после войны в основном, но тем не менее. И, в общем, в будущем они появятся. Но сейчас речь не об этом. Сейчас речь о заменах, собственно, танков. И также еще ко всему прочему есть танк такой, как Т-10. Он, конечно, очень даже хорош и довольно-таки добротен. Но будущий танк под названием Объект 777, вариант 2, который пока что по противоречивой информации будет подарком для ветеранов. Так вот, этот танк по заявлениям супертестерам вообще рвет на части Т-10, короче. Но Объекта 277 он не может рвать, потому что это десятка. Но в целом он во многом очень хорош, потому что у него бронепробитие там на 9 уровне, во-первых, 254. И после нерфа голдовых снарядов, ну, такого нерфа, я не знаю, как назвать, короче, просто актуальность потеряет голдовые снаряды. Произойдет так, что попросту, ну, собственно, не будет смысла в этих, ну, там, танках, у которых слабое пробитие. А тут пробитие очень даже добротное, его будет хватать вполне даже, друзья. Для того, чтобы пробивать абсолютно всех, это при Азефе 440, это при хорошей динамике. То есть, почему он именно как замена Т-10 идет? Да потому что он более быстрый, ну, по скорости он чуть-чуть медленнее, но тоже у него достойная скорость. У него самое главное, что Азефа отличнейшая и ДПМ отличный. И вообще он, ну, более такой бронированный, более, скажем так, ну, приспособленный, что ли, к нынешнему безумному рандому. Далее, наверное, кто-то скажет, что, ну, блин, у Объекта 277-го вон какое бронепробитие, он при основных снарядах будет очень крутым танком. Ну, так я могу сказать, что, собственно, есть такая ПТ-САУ, как называется она, Объект 268, вариант 5. Она сейчас пока что на тесте находится, на скрытом в офисах Wargaming. Но, собственно, в дальнейшем она появится в нашей игре, и, собственно, она имеет орудия с пробитием там просто овер дофига, там около 280 основными снарядами. И при этом еще и огромная Альфа, то есть, и при этом хорошая динамика, то есть, точная замена Объект 277, то есть, да, это фактически ПТ-САУ, но и 277-й, как бы, очень картонный танк, то есть, в основном, играющий за счет орудия, за счет бронебашни, там, за счет подвижности. Так вот, Объект 268-й новый, он как раз на счет этого всего тоже гораздо более преуспевающий танк. Ну, вот, скриншоты я добавил, примерно, как это все выглядит. Ну, и на этом я с вами прощаюсь, друзья, спасибо, что смотрели, желаю вам удачи, пока!